Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Благочестивого мы просим, такого великого. Тебе всерьез это нужно? Или тебе деньги сейчас нужны? А если тебе сейчас деньги нужны, ты лучше денег-то попроси. Но вот вы же как бы с таким сарказмом вот эту фразу построили. Когда для человека нет самого Бога и Отца, тогда он просит у кого-то другого, понимаете? Ему сам Бог не интересен. Да, 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 я поняла. Потому что если мой сын ко мне обратится как к отцу, ему нужна будет помощь в деньгах, я, конечно, ему дам. Понимаете? Это же естественно совершенно. Родители помогают своим детям. Но для этого нам нужны вот эти отношения, понимаете? Потому что после вот этой, ну, после этой фразы как-то я поняла, что я даже подхожу, например, к иконе. Мне хочется попросить чего-то личного. А у меня страх. И думаю, ага, так, я с какими-то бытовыми вопросами так нельзя, так некрасиво, это очень плохо. Если что-то нужно, ну, просто попросите, ну, просто обращайтесь к отцу, а не к какому-то там неизвестно чему. То есть у вас должны быть эти отношения. Если вы просите что-то у отца, то вы просите у отца. Какая разница, что вы просите? Вот. А если вы просите у отца каких-то вещей уже более серьезных, то должны за это тоже отвечать. Потому что мы же все там просим каких-то великих вещей. Там смирение, терпение, целомудрие, смиренно-мудрие и так далее и тому подобное. А действительно нам это нужно или нет? Мшелоимство. Ну, мшелоимство мы не просим, слава Богу. Вот. Мшелоимство – хорошее слово, да. Вот. Оно и так у нас есть. Вот. Просто я напомню, что вот Аудорофея есть очень такая замечательная. Пример, он пишет. И знай, пишет Аудорофей. Когда ты просишь у Бога, Господи, дай мне смирение, то ты просишь, чтобы Господь послал тебе человека, который тебя обидит, унизит и оскорбит. Вот. Конечно, мы-то когда хотим смирения, мы что хотим? Мы хотим заснуть гордыми, а проснуться смиренными, чтобы само по себе это всё получилось. А само по себе не получается. Вот. И поэтому, когда мы просим даров Божьих, за каждый дар Божий, за каждое слово мы отвечаем. И поэтому, когда я действительно хочу у Бога смирения, зная, как это смирение даётся, то я готов на этот путь. И Бог меня в этом пути не оставит. А просто так просить смирение или терпение бессмысленно. Да, как фигурует. Не надо, а лучше денег попросить. Добрый вечер. У меня вопрос по поводу молитвы святым. Вот, если честно, я не до конца это понимаю всегда, когда говорят мне, допустим, матрёнушка дала ребёнка. Ну, то есть, в каких случаях вообще обращаются к святым, если, по-моему, всё даёт Бог. И я просто так всегда считала, что нужно обращаться к Отцу Небесному, и не до конца понимаю вот этого культа молитвы некоторым святым. Можете пояснить, вот какой процент молитвы должен быть святым, и в каких случаях не напрямую обращаюсь к Богу, а вот должна обращаться к святым? Ну, вы не должны обращаться к святым, если у вас нет в этом никакой потребности. Ну, вот, можете мне объяснить, почему люди тогда молятся святым и говорят, что это... Почему люди молятся святым? Они молятся по-разному. Те люди, которые стоят в этой многотысячной очереди к Матронушке, им совершенно во многом совершенно наплевать, кто такая Матронушка, и кто такой Бог, потому что там просто работает. Это вопрос чисто такой, знаете, магического такого обращения к чему-то неизвестному, что может тебе помочь. Вот, и поэтому я это не могу комментировать. А к святым я обращаюсь только к тем святым, которые являются моими друзьями. Вот, и обращаюсь к ним так, как обращаются люди к друзьям. Вот у вас есть друзья? Да, у меня есть друзья, и я понимаю, о чём вы говорите, но как это... То есть и к Богу, и к святым. Ну да. И когда мне... И когда я кого-то из святых как-то очень принял в сердце и полюбил, таких немного, то тогда я прошу у них помощи тоже. Какие-то определённые моменты. Как у друзей. Как у друзей, да. А в принципе, так сказать, вот как такого пантеона святых, которые бы существовали для меня, как бы все святые, которым надо обязательно молиться, у меня нет. Вот. И я к этому отношусь совершенно... Спокойно, потому что, ну, на первом месте, конечно, молиться самому Богу. А к святым, потому что я их знаю, потому что они прошли этот путь к спасению. Они полюбили Христа. И мне тоже хотелось бы полюбить Христа, как, например, любил его Силуан Афонский, или как любил Сафроний Сахаров. Вот. И многие другие, или как Нил Сорский, или как Максим Грек, или как Сергий Преподобный, как Серафим Саровский. Мне бы очень хотелось тоже научиться этой любви. И мне они в этом смысле, вот, ну, они... Мне полюбились, и поэтому я знаю, как к ним обращаться. Почему я к ним обращаюсь? У меня есть для этого по основанию внутреннее. А вот к Матроночке я не обращаюсь, потому что у меня ничего с ней не связывает совершенно. Ну, это я как один из примеров привела, когда люди считают, что им что-то дал святое, а не Господь. Мне вот это вот все время... Что считают люди, я комментировать не могу, это по-разному бывает. Вот, это по-разному бывает. Не могу. У каждого свой собственный опыт. Не могу сказать ничего. Поэтому это ваша свобода. Если у вас кто-то есть из святых, которого вы любите, я думаю, что вы так же легко сможете и с ним поговорить, и обращаться к нему за помощью. Спасибо. Вы говорите о том, что многословие в молитве это не есть хорошо, а с другой стороны... Это не я говорю. Да, не вы. Это я просто напоминаю, о чем говорит Христос. Когда учат нас молитвы. Не будьте в молитве многословно. То, чего мы никак не можем исполнить. А еще вы пишете о том, что необязательно молиться словами. Но с другой стороны... Ну, иногда тишина, иногда просто внутреннее такое состояние человека, оно тоже может быть молитвенным. Молитвенной может быть тишина, молитвенной может быть молчание. Бывает такое, конечно. Созерцание такое. Это есть слово такое созерцание. Это не какая-то вещь, которое недоступно любому человеку. Понимаете? Это не то, что надо на какой-то там... На Тибет пойти, понимаете? В позе лоца сидеть, пока ты там, скажем, вот этой тишины и сихии не достигни. И я думаю, что такой опыт бессловесной молитвы может быть у любого человека. В тишине, в красоте, в каком-то таком состоянии, вот таком замершем божественного прикосновения необязательно что-то говорить. Иногда это просто к тебе приходит как просто божественное явление, благодать, которое не даст тебе и слова сказать, когда это с тобой может случиться. Это опыт, который доступен каждому человеку. Понимаете? Что, мне кажется, неправильным. Церковь разделена на какие-то вот такие касты сверхпосвященных, которые вот умеют молиться, да? И каких-то простых людей, которые, в общем, даже и молиться-то не умеют, и поэтому они все время говорят, батюшка, помолитесь за меня. Почему? Кто-то считает, что батюшка может молиться лучше, чем не батюшка. Почему вот такое существует, такое понимание, что у мирян, у царства священства нет молитвенного опыта, молитвенной свободы ровно в той же степени, как у священства? Мы что, разные церкви, что ли? Мы разные Евангелия читаем? Мы по-разному пречаем святых христовых тайн? Да нет, конечно. У нас молитвенный опыт может быть совершенно равным. Не потому, что кто-то ниже рангом, а кто-то выше рангом. И у кого-то кто-то выше рангом, другой молитвенный опыт. Конечно же, нет. Просто мы об этом не задумываемся, мы боимся себе позволить вот этот личный молитвенный опыт. А из него состоит, между прочим, духовная жизнь. Вот она где. Центр духовной жизни – это молитва и есть. А мы все время как-то думаем, что кто-то за нас помолится. Записочку напишем, с акафистом молебен, или там какую-то особенную с тремя галочками, с просворкой, понимаете, чтобы нас как следует там помянули на проскомедии. Какой в этом смысл? Понимаете, не в этом все дело. Дело в личном опыте богообщения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова